Продолжаем наш урок и тему архетипы. Вот мы привели примеры архетипов. Образ Матери – самый древний, можно сказать, сакральный архетип. И он обозначает не только Богоматерь, но и землю, и прародительницу. Даже один из романов глубоко советского периода, Закруткина, так и называется «Матерь человеческая». И рассказывает о временах Великой Отечественной войны. Образ отца. Судьба человека Шолохова. Соколов, Андрей Соколов, который ведет на воспитание маленького Ванюшу. Это архетипический образ отца. Образ дома – место, где можно укрыться, где тепло. Я всегда вспоминаю один из самых теплых и прекрасных домов русской литературы. Это дом семьи Турбиных из романа Булгакова «Белая гвардия» во главе с сестрой Еленой. Это действительно дом, который приглашает в себя разных людей, их друзей. И Шервинского, и Мышлоевского, и Карасика, и Лариосика. Всех-всех. Мотив дороги – архетип. Как ухода из дома, пути в другой мир. А здесь мы вспомним Петрушу Гринёва, который уехал из родного дома, и впереди его ждала война с Пугачёвым, и обвинение, и прощение. Вот это вот мотив дороги в другой мир. Там он жил недорослем, как он сам говорит, и гонял голубей, и делал бумажного змея из географической карты, и прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. А стал другим человеком через дорогу. Мотив заколдованного сна смерти. Первой прочитанной мной книгой в жизни была книга «Сон Обломова». Это такая была детская книга по-якутски. Хотя «Сон Обломова» – это не смерть, но всё-таки это какая-то утопия. Это общество, которого нет. Возможно, с самим Обломовым было не так, не в такой степени, но всё-таки это вот тоже сон. Образ осени, как порога зимы смерти. Тут можно вспомнить «Четыре времени года». В романе Пушкина «Эвгений Онегин». И «Осень», и в романе «Гузель Яхиной». Следующие термины, которые мы можем использовать в своём произведении – это модель, поведение. Например, способ, тоже поведение. Исторический контекст. Разные. А в данном случае это советское время. Коллективизация. Антитеза. Противоречие, противоположение. Построена пословица «Парадокс Оксюморон». Вспомним роман недавно скончавшегося Бондарева «Горячий снег». Теперь очень интересно. Это история женщины хрупкой, но сильной. Наверное, мы про каждую литературную героиню можем так сказать. И про Катерину из «Грозы», тоже хрупкая, которая мечтает летать. И Наташа Ростова тоже мечтает летать, но сильная. «Прошла через все горести и лишения, достоинства. Не знала в жизни тепла и счастья, только тяжёлый труд. И вот один день татарской женщины. Здесь я вспомнила один день Ивана Денисовича. Солженицына в лагере. Вот. Начинается с ночного горшка свекрови, которую она должна утречком вынести. Накормить скотину, замесить тесто, расчистить дорожки, лезть за дровами, домашние дела, мыть свекровь в бане, даже вернувшись после поездки за дровами, когда она очень устала и хотела лечь на свой сундук. Так свекровь захотела мыться. И в рассказе Солженицына Иван Денисович говорит, он вот прошёл хороший день, почти, можно сказать, даже счастливый. А мысль Зулейхи такая, что хороший муж, хотя он такой вот суровый, и свекровь тоже суровая женщина, жёсткая, как сказали бы. Хороший муж не бросил меня в лесу, когда она выпала из повозки. Вот теперь наши любимые ассоциации. Вот поэтому я и взяла книгу Кулаковского. Это «Портреты якутских женщин». Такое большое стихотворение. Песня старухи, которой исполнилось сто лет. Тут можно вспомнить мать мужа Упыриху и деревенская женщина. Вот смотрите. Между прочим, это мои бабушка и дедушка. Это тоже вот 20-е годы поженившись. Отдаение коров уставшее, выгребанием навоза измученное, хождением по воду измотанное, кручением жерновов измочаленное, руки вилами измозолившее, от скверной пищи обессилевшее, каши с заболонью нахлебавшееся, перемешившие и простокваши наевшееся. Жизнь якутской женщины тоже была полна лишений, полна труда с утра до вечера. Или вот девушка вышла замуж, молодая, симпатичная, но такая вот счастливая жизнь недолго длилась. Вспомним еще и Дарью из поэмы Некрасова «Мороз красный нос». Она тоже поехала за дровами. После смерти мужа Дарья стояла из тыла в своем заколдованном сне. Дети остались без матери. Сколько здесь архетипов! Счастливая жизнь недолго длилась, желанная жизнь никак не давалась, спокойная жизнь во сне не снилась. Началась работа, пошли заботы, подкалась нужда, стали истощаться от труда и забот. Ребятишек рожало каждый год. И на кладбище у Зулейхи лежат четыре дочери, которые совсем крошечными ушли из этого мира. Это моя тетя, сестра моей бабушки, Евдокея Иннокентиевна Савина, которая одной из первых якутских женщин стала бороться за равноправие с мужчинами. И она выступала на нескольких съездах цик с такими речами. Известная женщина. Далее обратимся к мифологии, потому что в романе есть это такие татарские духи. И даже слово бичура я сравнила со словом ичи. Что-то созвучное есть, хотя бы звуки и, ичи. Бичура в синях, банная бичура, дух околицы. Вот она утром крадется на четвереньках по чердаку, чтобы спрятать две пастилы. Я думала, кому она их несет? Оказывается, она несет дух околицы. И когда пастилы она бросила, и они не вернулись из пруги, она сказала, значит, он принял мою жертву, он доволен. Дух кладбища и отдельно вещие сны упырихи, которые всегда сбывались. И в последнем сне она говорит, вот мы с сыном вдвоем, а тебя с нами нет. Вот ты умрешь, погибнешь, а получилось наоборот. Это роман о тяжелом времени. Это история репрессий. Герои девятнадцати национальностей в этом романе. История покорности, подлости. Там есть герой Горелов, например, бывший Зака, который стал потом комендантом, изжил коменданта Горелова. История благородства, настоящей интеллигентности. Там есть герои и художник, и доктор, который вышел из своего кокона, и агроном, и художник, который рисовал Париж, и ангелов, которыми оказались живущие здесь герои, в том числе и Зулейха, как богоматерь с младенцем, и который потом отправил Изуфу открытку из Парижа. После войны он добрался до Парижа и там остался. Это настоящий интеллигент. А вот обратимся к якутской мифологии. Сколько у нас? Я взяла не все. И горного перевала, и хозяин леса, байбаянах, и дух огня, к которому якуты постоянно обращаются, и дух домашнего очага, и дух местности, и дороги, рек и озер, хозяева деревьев и трав, дети земли, эреке-джереке. Этёхэчите – это дух заброшенного жилья. Это далеко не все. Но видите, мифологии схожи. И татарская, хотя на татаре относятся к исламу, и якутской мифологии, языческой. И последнее. Мы, конечно, на таких коротких уроках не сможем объять необъятное и полностью исследовать это произведение. И поэтому мы заканчиваем это на оптимистичной ноте. посёлок, который основали ссыльные, из Улейха в том числе, добравшись до острова на Енисее, они назвали «Семь рук», потому что четыре основоположника, но один из них, лучший строитель, у него была только одна рука. Поэтому «Семь рук» они назвали. Но машинистка по ошибке напечатала «Семь рук» без мягкого знака. И это слово созвучно, там есть эта легенда, древней легенде восточной о птице счастья и справедливости «Семь рук». Только одна буква отличает. Иначе она называется «Семь рук». Потому что герои нашли своё счастье. Вот как Иван Денисович почти счастливый в лагере. Одни у них таких на 10 лет у него. А здесь вот герои нашли своё счастье в неволе. И комиссар, и доктор, который даже уехал из посёлка в районный центр. И художник, извините, тут написано художников, художника не увидела. Не увидела. Агроном, бывший зэк, полковник-кузнец, Юзуф, сын, у которого тоже впереди дорога, архетип дороги, который получает паспорт из рук Игнатова, Иосиф Иванович Игнатов, и, конечно, счастлива Зулиха. Я думала, что в начале романа она старая, ей всего 30 лет. Она открыла глаза и увидела мир. И мы с нетерпением будем ждать, когда покажут этот сериал. Я призываю вас посмотреть, потому что и можно читать, и можно смотреть, а можно сначала посмотреть, а потом уже прочитать, и чтобы сложилось ваше собственное впечатление об этом романе. Субтитры создавал DimaTorzok